привет всем танкистам и всем любителям игры world of tanks мир танков приветствую вас на своем канале и сегодня хотел бы чтобы мы вместе с вами посмотрели один замечательный бой бою будет присутствовать знаменитый эпичный танк к в 2 с его шайтан трубой я недавно прикупил этот там правда уже продал но продал по вынужденной причине надо было прокачивать ису 8 левел птшку советскую и пришлось продать и ягу вторую чтобы прикупить и сушку но со временем все верну назад это не проблема и так что хотелось бы сказать давайте в гараж зайдем вот у меня и сушка который я уже купил она у меня сейчас в стоке кактус полный очень тяжело играть в стоке она еле едет еле поворачивается и если вы уже попали то попали но разговор сегодня не а и су а к в 2 почему я гараже показывал вам и сумм для того чтобы вы посмотрели на эту пушку пушка 8 левел даже не 8 на 7 начинается еще на су-153 она стоит вот такая вот шайтан труба давайте посмотрим какие у нее характеристики открываем информацию и смотрим бронепробитие обычным снарядом 135 урон 700 голдой 250 700 и 86 910 среднего урона ребята это только средний вылетает и по 1200 по 1300 иногда может у кого-то и больше очень часто подбивает взрывает бк мелкие танки ниже ниже уровня скажем квас халкат если вы попадаете слабые бронированные точки или в бок то они лопаются как мыльные пузыри ну давайте перейдем к в 2 вы сейчас поймете почему я вам показывал эту пушку то есть это пушка только что я вам показана присутствует начинает присутствует на су-152 это 7 уровень и и су-152 это пт-шки пушка фугасница поэтому бьет фугасами может подбить даже два противника у меня было как я с этой пушкой ваншотил сразу двоих которые стояли рядом ближнем бою не советую стрелять фугасами по противнику если вы в лоб в лоб подошли потому что вы можете подорвать из себя потому как фугас разлетается в разные стороны и поражает не только противника но и вас лично поэтому старайтесь стрелять на дистанции давайте посмотрим наш кв-2 он у нас находится в веточке вот после мс-1 у нас ветка т-26 т-46 потом переходим на т-28 кв-1 из кв-1 идет такая вилка тройная мы можем перейти на квас на т-150 они у меня уже изучены т-150 эту ветку я еще не проходил и решил купить для фана покататься на кв-2 потому что многие игроки говорят что кв-2 на своем уровне да и на уровнях выше очень нагибает а я на нем даже пару боев сыграл с десятками довольно таки неплохо пушка позволяет и так давайте откроем посмотрим по быстренько что у нас есть вот такой у нас вид как вы видите башни огромная особенно стоковая она очень большая топовая башня она чуть поменьше и вертится побыстрее обзор у нас здесь 330 метров на любой башне они на стоковой 320 но принципе роли не играют я даже не пытался ставить трубу или просветленку танк слепой и это ему не поможет что прикольно в этом танке на стоковые гусли ставится любое оборудование то есть вы можете поставить топ башен короче вся комплектация ставится на сток гусли но там такой кактус ребят что советую вам все таки приобрести гусли топовые и приобрести топовый двигатель после этого там преображается и начинает более-менее бегать с динамикой конечно он полный кактус еле ездит но пушка его ребят давайте посмотрим вот это стоковая пушечка кстати стоковая пушка поможет вам помочь прокачать топовую как именно я на ней очень часто ездил даже на других танках она стоит как вы видите на т-34-85 на квасе на т-43 к в-13 т-150 к в-1 я на ней частенько ездил на к в-1 чем прикольная эта пушка для прокачки она довольно таки неплохо перезарядками 545 довольно таки непогано быстрее чем квас перезаряжается пробить его на 140 голдой и 370 урон практически стреляет как пушка кваса только скорострельный точность конечно ужасно 0 57 2 и 9 сведения в принципе нормально стрелять бэбэшками точнее фугасом тут бесполезно 61 450 можно конечно она спокойно может забрать рука этот эта пушка если вы пойдете ему в слабые места там маску не будете лупить а борта корма такого плана то забирает и 49 может забрать но лучше всего конечно с голдой против нормальных танков такие как вас кв-1 пробивает очень даже неплохо и 370 ребята в шок падает потому что не могут понять что за пушка все забыли уже про эту пушку но она довольно таки неплохая для прокачки топового танка закрываем и открываем ту пушку о которой мы с вами говорили вот она знаменитая орудие 0 152 миллиметра м10 смотрим ее характеристики и сразу вспоминаем и су и су-152 7 8 левом смотрим на пушку 110 пробития 700 урон 136 голдой пробития и 700 урон и теперь смотрим фугас фугасы у нас не идентичный ребят 86 пробития и 910 урон и это на шестом уровне то есть эта пушка ваншот на своем уровне практически все единственное если вы конечно в маску орудия попадете или в какое-то бронированное место то тогда да но если проходит чистый урон то танк ваншотится разброс у нас здесь ужасный катастрофически самая косая пушка 0 6 разброс на 100 метров и время сведения 4 это вообще ужас поэтому советую ребят приобретать обязательно досылатель чтобы перезарядочка у вас было быстро потому как перезарядка у нас у орудия два с половиной выстрела в секунду это вообще ужас пока вы выстрелите вас разобрать могут в ответ очень быстро поэтому досылатель усиленный привод наводки это как пить дать и ставим вентилятор вентилятор обязательно ребята он поможет вам и маскировку увеличить и обзор и время сведения и перезарядку то есть вентиль здесь необходим как воздух а воздуха в кабинке у нас мало так что дальше башни башня я уже говорил 75 75 70 принципе бронирование нормально если не считать что башня квадратная и очень огромная скорость поворота 16 принципе приемлемо я уже привык играть на борщи и скорость поворота башни где-то приблизительно одинаково идем дальше рация рация на 440 метров не скажу что это айс но пойдет для нашего слепого танка это сойдет дальше 2 движок движок у нас здесь нормальный принципе 600 мощность 15 пожару вероятность пожара и 750 масс пред топовый движок но принципе не советую вам его покупать потому как он одинаковые стопов единственная разница в пожаре тут 15 в стоке 20 я его он у меня был прокачан ранее на к в один кажется поэтому я сразу купил топ гусли гусли я вам уже говорил гусли желательно и обязательно потому как на гуслях у вас и поворот быстрее будет и сцепляемость грунтом лучше то есть гусли это прежде всего хотя можно я вам уже говорил ставить все и на стоковую гусли но на стоковую гусля вы будете легкая мишень и так что дальше благодаря к в 2 мы можем перейти сразу на седьмой уровень арты не изучая ее даже с первого как вы видите и это замечательно но дам вам совет если вы хотите стать артоводом то начинайте с самого первого уровня по арте и подыматься по лестнице постепенно потому как многие ребята я не артовод не знаю многие ребята говорят что когда вы не играли на арте и пересаживайте сразу на большие уровни то очень тяжело потому как это арта уже высокоуровневая считается и на ней нужно иметь скилл для игры также с к в 2 мы можем перейти на т-150 хотя считаю это бесполезно потому как мы на т-150 можем перейти сковать и так чтобы еще хотелось сказать давайте в конце скажем скажем то что нам самое важное прежде всего вы должны знать что там медленный неповоротливый поэтому выбирать направление движения следует самого начала боя потому как вы уже не вернетесь назад то есть у нас всегда билет в один конец становимся мы вместе со стэшками и за ними потихонечку потихонечку как группа поддержки поддерживаем можно и стяжем если тяже скажем кв-1 квас то есть уровень 6 7 еще более менее но высокоуровневые скажем восьмерки вам уже опасно с ними идти потому как вы там для многих на 12 выстрелов поэтому старайтесь быть где-то во второй линии а можно и по пт-6 где-то из кустиков по чужому засвет но как я уже говорил обзор у нас очень маленький вряд ли вы кого-то увидеть поэтому лучше во втором ряду ну и переходим к бою и так карта степи у нас шансы на победу 75 не всегда такая лафа выпадает ребят как вы видите по сетапу у нас довольно таки неплохая команда будут некоторые кактусы по дороге но мы постараемся их убрать и так вот мой кв-2 так вот он выглядит можете посмотреть это топовая башня она заметно отличается задней части у нее пулемет на затылке как вы видите у меня есть шкурки и вы можете посмотреть куда нас легко пробивать затылок у нас получается боеукладка берегите свой затылок также командир весь экипаж у нас находится практически башня механик у нас спереди ну и здесь я стараюсь посмотреть как разъезжается команда как вы видите и выбрать направление своего движения так как я вам уже говорил очень тяжело выбрать направление и при этом не ошибиться я выбираю левый фланг так как тяжи наши пошли направо мне там с моей скоростью делать нечего потому что откатиться закатиться быстро я не смогу поэтому я выбираю левый фланг так как на нем очень часто любят работать птшки ну и я решил поработать как пт что хотелось бы сказать про этот бой в этом бою внимательно посмотрите как работает косая пушка вот именно сейчас момент смотрим это наша елка и я вот наблюдаю чтобы никакой светляк не пролетел пытаясь прицел проверять дистанцию вот ребята работают по фокусу и вот я замечаю светляк смотрите как работаю я на кв2 и вообще как работает его пушка пытаюсь взять в прицел нашего друга и стреляю на упреждение не забыли ребят 06 разброс и я попал светляк на ходу это очень тяжело конечно но у меня уже рука набита потому что я по того и люблю играть на пт у пт очень часто такие попадаются орудия тяжелые поэтому уже как-то привык и вот вы целью 150 и стреляю так же самое как вы видите стрелял на упреждение и попал уже у нас два фрага как вы видите восьмые уровни у нас были соперники все довольно таки крутые мы здесь мало что можем решить но как вы видите пушка чем хороша тем что это фугас и он пробивает наносит точнее урон всегда а если пробивает то практически всегда ваншот конечно большие танки восьмого уровня за ваншоте тяжело но возможно и так вот пытаюсь выцелить иса прот т28 но мешает холмы разработчики изменили сейчас карты и и вот я вижу квас стоковый и пытаюсь его выцелить стреляю снимаю гуслю и 356 урон как вы видите даже попал в гусли снимается почти 400 хп с врага это довольно таки хорошо при том что снаряды дешевые и вы можете заработать зарабатывать себе серебро особенно если у вас премиум аккаунт и вот а т7 пробить ее обычным снарядом нереально и я бью фугасом и забираю уже третий фраг смотрим дальше откатываюсь назад лампочки у меня нет экипаж у меня даже не стопроцентно поэтому работаю стараюсь работать по второй линии и от засвета своих союзник хочу выцелить иса но он спротом находится за скалами я их не вижу решаю передвинуться поближе помочь своей команде концовка будет вообще эпичная очень интересно я сам удивился я даже не ожидал от этого боя что-то интересное но довольно неплохо получилось и я рад этому итак смотрим вот пытаюсь выцелить прото но у него один пулемет торчит еду дальше в команде еще есть т-28 и 2 прото т-28 пытаюсь их найти вот светится класс его пытаюсь взять прицел но не решаюсь стрелять так как он быстро улепетывает еще хочу вам сказать что не спешите стрелять потому что каждый ваш снаряд это ваша жизнь если вы промажете то ответный выстрел по вам может быть для вас уже смертель поэтому дозируйте все выстрелы старайтесь экономить этот танк научит вас думать причем думать и изучать очень хорошо карту при этом научит вас беречь снаряды и правильно стрелять сделает из вас снайперов думаю после этого танка очень тяжело будет не попасть на каком-то другом танк и вот здесь я забираю т-20 и движемся вперед у противника по сетапу еще неплохой вот меня не пробивает восьмой уровень т-28 довольно таки опасная пт-шка здесь я становлюсь за скалу жду перезарядку и начинаем танковать выцеливаю т-28 пытается уйти и снаряд уходит куда-то никуда ну как я вам и говорил пушка очень косая но бывает что попадает с 500 метров а бывает что из метра не попадешь это не страшно смотрим дальше пока у нас четыре фрага возможно будет больше и вот прот я его хочу выцелить забрать такая сладкая добыча и я его забираю итак у нас пять фрагов у врага осталось три танка довольно неплохие соперники особо опасен тридцать четвертый потому как пробивает он все пробитие у него там довольно таки неплохое может играть от башни пробить ее практически невозможно но мне без разницы почему без разницы потому что у нас фугас правильно ребят и вот выезжает из 3 и наносит меня довольно неплохо 344 снимает хп как вы видите танк очень медленно маневрировать на нем очень тяжело поэтому если есть возможность куда-то закатиться то сразу нет не раздумывая закатывать и как вы видите в конце боя у нас вот такой кактус получается 12 11 довольно опасная ситуация наши танки вот уже 12 12 противника довольно солидные танки 2 иса 3 и 34 фуловая вот ребята 13 13 а т 15 молодец благодаря ему мы вытянули этот бой хорошо отыграл и вот а т 15 посмотрите у нас по пять фрагов на каждого и остается один 34 я от него могу принять где-то один выстрел а т 15 уже принял от него один выстрел 2 для меня уже будет печально у него остается 740 хп я пытаюсь помочь от 15 принять хотя бы на себя урон отвлечь тридцать четверку чтобы т 15 мог зайти ему в корму или хотя бы в бок это уже начинается командная игра мы здесь телепатически друг друга стали понимать вот я пытаюсь выцелить но промазал и вот смотрите тридцать четверка отвлекаться начинает на меня в этот момент а т 15 обходит ее а я пытаюсь отвлекать начинаю качельки взад вперед у меня 95 хп вылазить мне вообще опасно и вот смотрите на он отворачивается здесь я выкатываю и добиваю противника вот так и забираю свой шестой фраг получаю воин и как вы видите кв2 способен огорчить любой уровень танков включая даже 10 хотелось закидывать не будет но если хотите поиграть можете во взводе но взять товарища с каким-то восьмым или девятым левом танком и там погонять ну что хотелось бы сказать ребят для фана кв2 конечно же подойдет погонять там пару боев в день на нем можно а если нам улыбается вбр то просто радость на весь день и хорошее настроение что хотелось бы сказать если понравилось вам видео ставьте свои лайки пишите комментарии присылайте свои реплеи если у вас есть что-то интересное и посмотрим вместе со мной их на моем канале ну и до новых встреч всем пока пока